Добрый день, меня зовут Никита Сидоров, я приехал к вам из Дубны, это город Подмосковье, где тоже строится коллайдер. Позвольте вас спросить, кто уже физику проходит? Хорошо, отлично, супер, спасибо. Я, если честно, сам не физик, я инженер-программист, и презентации у меня не будет формул или теоретических выкладок, я попробую вам немножко рассказать это своим языком, потому что имею непосредственное отношение к коллайдерам, я работаю на двух из них, одновременно это в коллайдере Брукхевенской национальной лаборатории, называется револютиристский коллайдер тяжелых ионов, и в объединенном институте ядерных исследований, может быть, вы про него слышали. Это научный наукоград, научный центр, где мы собираем сейчас новый коллайдер. Но, наверное, пожалуй, стоит вам просветить, что такое коллайдер, как он устроен и зачем вообще это все нужно. Пожалуй, кто-то из вас знает, что это тяжелое оборудование, дорогостоящее, и находится оно под землей. Это, наверное, вы знаете, да? Ну вот, Википедия нам подсказывает, что коллайдеры – это ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный изучением продуктов их соударения. Что такое сталкиваться, нам понятно. Правильно? А вот что такое ускоритель частиц и какие его частицы, давайте попробуем вам рассказать. Ну, прежде всего, частицы – это у нас… Ну, вы же знаете, что мы состоим из клеток. Клетки состоят из атомов, из молекул, молекулы из атомов. Знаете немножко, да? Хорошо. Значит, вот сталкивать мы можем на коллайдерах только атомы с некой оговоркой протоны и электроны. Нейтроны, синенькие шарики, мы не рассматриваем. Сейчас я вам объясню, почему. Как можно, в принципе, ускорить какое-либо тело физическое? Ну, вот можно его пнуть, как мячик, да, он полетит. Но вот элементарные частицы, они слишком маленькие, там совсем другая физика, и мы этого сделать не можем. Каким-то образом нужно это все дело ускорить. Так вот, если мы вот с вами возьмем ядро атома, вычернем оттуда протончик. Протон, он красненький, видите, он положительно заряженный. И поместим его в электростатическое поле. Тогда, ну, кто-то наверняка баловался с конструктором, да, магнитным, там, помните, от плюса к минусу. Отталкивается, притягивается. Ну, таким образом можно частицу, поместив в поле, ускорить. Соответственно, из того набора, что у нас есть, мы можем ускорить электрон, отрицательно заряженный протон, положительно заряженный, и положительный ион. Положительный ион – это атом. Но, если вы знаете, атом имеет одинаковое количество протонов и электронов, что делает его как бы стабильным, нейтральным. И в таком случае, если мы вместим такой атом, то он просто никуда не будет двигаться, он нейтральный. Но если мы уберем несколько электрончиков с его орбитали, мы сделаем его немножко неурновешенным, да, то есть он будет уже положительным. Этот процесс у нас называется ускорительщиков обдирка. То есть мы можем электронным ливнем немножечко так пообдирать, и, значит, электронов станет меньше, которые ближе к центру, они останутся, у них сильнее сила, и вот он станет уже положительным. Соответственно, вопрос возникает, до какого, ну, насколько мы можем ускорить такую частицу. Ну, вот в таких условиях, даже если мы поместим вот в глубокий вакуум, например, да, то частицу мы можем разгонять, ну, где-нибудь до 10 тысяч, 100 тысяч в вольт максимум. Но чтобы нам получить какую-то интересную картинку, разбив частицы, нам нужно больше энергии получить. И как выкрутились физики, да, они придумали такую штуку, как линейный ускоритель. То есть это такая установка, которая умеет, используя тот самый принцип, умеет ускорять заряженную частицу постепенно. Это мы видели только что линейный ускоритель на Большом Адронном коллайдере, это вот сейчас, который ускоритель на нашем ускорительном комплексе НИКа, линейный ускоритель тяжелых ионов. А вот, собственно, и принцип, да, то есть вы видите, что здесь, пролетая из так называемой трубки дрейфа, мы называем, в них поля нет. Но когда частица пролетает, смотрите, меняется поле, да, и оно как бы подпинывает частицу на выходе снова и снова и снова. То есть такая хитрость, мы меняем полярность и частица как бы продолжает движение еще с ускорением. Я тут небольшую аналогию привел с мячиком, то есть как бы, да, он пошел, у него была начальная скорость, и он подпиным, 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 он движется. Вот это и есть линейный ускоритель. Самый длинный линейный ускоритель в мире находится в Калифорнии, в Стэнфорде, и он его протяженностью 3-2 километра. Еще называют это самой длинной прямой в мире, потому что, почему самая длинная прямая, потому что на ускорение нужно, то есть должна быть колоссальная точность, прямая должна быть очень ровная, значит, частицы куда-нибудь улетят в бок. Ну и вот в конце этого ускорителя ставится какой-то эксперимент, то есть туда летят эти наши заряженные частицы, они сталкиваются, взаимодействуют, и там что-то физики смотрят, изучают картины. Но мы с вами заговорили о коллайдерах. Здесь, получается, чтобы нам коллайдеры сделать, нам нужно таких две штуки построить. Но тут немножко это сложно, потому что на линейном ускорителе мы не можем получить ту самую энергию, которую мы хотим, нам нужно больше ее. То есть есть проблемы с ускорением, а чтобы сделать встречный пучок, нам нужно такую же вторую штуку построить. То есть это немножко тут затратно. Но чтобы вот энергию получить большую, физики придумали такую вещь, как циклический ускоритель. Вы видите, схему, в принципе, она простая, но это основные узлы циклического ускорителя, которые у нас используются во всех ускорителях, которые у нас сейчас существуют и существуют до этого. То есть что здесь происходит? Вот у нас, видите, зелененьким отмечена ускоряющая секция. Проходя пучок, вот эту секцию получает дополнительное ускорение. То есть как бы снова и снова энергия наращивается, ускорение у него увеличивается. То есть здесь мы можем сколько угодно теперь разгонять. Кто-нибудь, конечно, может спросить, как мы удерживаем, почему по кругу движется частица, каким образом она вот так залетает. Здесь нам приходит на помощь правило левой руки. То есть помните, да, заряженная частица, двигаясь в магнитном поле, отклоняется, соответственно, как бы мы можем ее таким способом поворачивать. Вот эти поворотные магниты тоже используются везде, потому что у нас могут пучки выходить этажом ниже, к примеру, на ускорителях. Ну и вот видите, здесь приведен график магнитного поля. То есть, естественно, когда ускоряю частицу сильнее и сильнее, она будет пытаться вырваться на повороте. Но если мы будем усиливать энергию внутри дипольного магнита, он называется дипольный, в таком случае частица будет там задерживаться, в смысле не будет вылетать и будет проходить дальше. Ну, ускоряем мы не одну частицу. Это было бы иначе очень сложно попасть протон в протон, например, или электрон в электрон. Мы делаем пучки, чтобы поизучать потом вот эту картинку, вот когда они взаимодействуют, много-много всего происходит. И это то, зачем физике гонится первая очередь. Но вот попадая в ускоряющую секцию, представьте, возьмете горсть песка и, допустим, ее пьете в воздухе, она будет разлетаться в разные стороны. То же самое и с пучком. То есть он пытается будет вырваться в разные стороны и сойти с соседней нашей орбиты. А как эту проблему решают физики, выскоряющие техники, они добавляют на канал так называемые магнитные линзы. Это не совсем те линзы, к которым мы привыкли, стеклянные, они магнитные, то есть там нет ничего между ними, кроме поля. И вот этим полем, то есть вы видите, они были пары, то есть одна стояла так, потом повернута была. То есть тем самым они как бы колбасит пучок, то есть он летит, и его магнитным полем сменяет сначала в одну сторону, а потом на вылете во второй магнит в другую. То есть пока летает пучок внутри циклических ускорителей, коллайдеров, и все время вот это колбасит, вот эти магнитные линзы. Ну а магнитные, поворотные магниты, они поворачивают их по траектории. Есть еще один момент, частицы также еще пытаются разбежаться еще и вдоль, то есть какие-то частицы торопятся, убегают вперед, какие-то тормозят. Нам опять же, чтобы сделать хорошее столкновение качественное, нам нужно эти сепучки собрать, ну вот совсем в такой крошечный такой размер, получается, и по поперечному сечению, и вдоль. И здесь приходит нам на помощь принцип автофазировки, который изобрел Владимир Векслер, тоже сейчас в основе всей ускоряющей техники он используется. Если проще объяснять, то он просто в ускоряющей секции, машина эта, она просто тормозит те частицы, которые побежали раньше, а те, которые отстают, он немножко как бы подпинывает и собирает в одну кучку. Ну вот, на таком принципе был построен синхрозадрон в 1953 году, это вот реальная машина, это вот как она выглядит сейчас. Она была остановлена только в 2001 году, и вот сейчас будет использоваться для других целей, то есть внутри этих магнитов, а эти магниты весят 36 тысяч тонн, 36 тысяч тонн. То есть это как бы, это рекордный, рекордный магнит, так называемый, он в книгу рекордов Гиннеса занесен. Ну, понимаете, такую конструкцию разбирать дороже, чем проще оставить. И было решено внутри вот этого магнита провести вот уже новый современный коллайдер, в смысле новая часть коллайдера, это ускорительное кольцо. А вот эту всю, весь магнит используют как биологическую защиту. Значит, все, смотрите, кольца, значит, в кольце ускоряющем мы с вами разогнали до нужной энергии частицу, она у нас теперь заходит в кольца коллайдера. Возможно, успею увидеть, там был поворотный магнит, да, то есть вопрос возникает, а как же сначала в одну сторону, потом в другую? Это то же самое. Магнит стоял так, что частицы подклонялись, допустим, влево, да, перевернули, они пошли вправо. То есть мы таким образом заполняем сначала одно кольцо, потом второе. И вот, значит, здесь уже набрав нужную энергию, собрав в нужные уже пучочки, да, с нужным расстоянием друг от друга, и сфокусировав так, чтобы они в нужный момент попадали в момент столкновения, в точке столкновения, вот здесь, собственно, вся задача коллайдера и заканчивается. То есть вот для этого нам нужна эта машина, чтобы мы разогнали и столкнули. Но это только полбеды. Нам теперь нужно как-то это все посмотреть. Для этого у нас на всех установках существует детектор. Это такая большая машина. В ней, вот в центре этого детектора у нас как раз происходит столкновение. И вот эти все магниты, они созданы для того, чтобы… Во-первых, мне нужно создать магнитное поле внутри. Когда частицы сталкиваются просто так, да, они взлетаются, ну, просто… Это просто прямые линии, да. И мы не можем понять, какие они, допустим, положительно заряжены или отрицательны. Для этого, если мы вводим магнитное поле, то уже, значит, они начинают отклоняться. И по трекам, которые получаем уже после эксперимента, мы можем определить, какое заряд имела эта чета или иная частица, и понять, какая она, распознать ее. Также там еще есть электрическое поле. И сделано для того, чтобы, когда какая-то либо частица летит, вот видите, вот серая часть, это на самом деле просто пустота, заполненная газом. Но она находится по электрическим полям, и когда частица пролетает, она задевает атомы газа, и с них слетают такие электрончики. Под действием электрического поля эти электроны летят, они у нас отрицательно заряжены, они летят на анод. И получается такой ливень, то есть задевает, и вот таким образом у нас на плоскость электроны эти садятся. На плоскости на этой у нас находится вся наша детекторная электроника. Все вот эти детекторы, микро вот эти все платы, они находятся по контуру, и мы можем распознать, то есть электрон мы можем теперь расследить легко, и можем составить вот сам трек вот этой частицы. Вот это примерный вид детектора. Это детектор CMS, который находится на большом адронном коллайдере у нас в Церне. Видите, он достаточно большой, это этажей 5, наверное. Ну а вот такая картинка получается после столкновения. И здесь, по-моему, протон-протон, если не ошибаюсь. Но сами понимаете, да, тихий ужас. Как бы тут непонятно вообще, что получается. И чтобы преобразовать это к такой картинке, то есть нам требуется год или два, чтобы вот эти вот события редкие вычленились с помощью специальных алгоритмов, то есть обрабатывая всю эту информацию, и понять, какая это частица, новая или старая, была там обнаружена. Сами частицы, они живут крайне малый прожиток времени, и мы порой даже можем их не увидеть. Но мы можем понять, какая это была частица продуктов их распада. То есть сталкивая электронные, протонные, липозитронные или тяжелые ионы, и мы получаем уже, видите, вот такие вот замечательные частички, которые мы называем уже именно кирпичиками материи. То есть это кварки, липтоны, бозоны. И вот мы получаем стандартную модель, про которую, возможно, вы слышали. То есть вот сейчас это самое маленькое, что у нас есть, это вот стандартная модель. Мы разбили, расщепили, и все это наблюдаем. Вот справа видите еще гравитон, там x-бозон, y-бозон. Это те частицы, которые гипотетические. То есть пока мы их еще не открыли. Но кто знает, если мы научимся работать с гравитоном, то мы сможем замедлить время или ускорять его. Ну и, может, какие-то еще будут интересные вещи. Задача. Ну вот теперь мы с вами посмотрели, немножко поняли, что задача коллайдера и детектора расщепить все на мелкие детали и посмотреть, с чего мы состоим, да, и по каким законам все это образуется, как все это взаимодействие. Ну вот это научная задача, да. Также у коллайдера всегда есть какие-нибудь и прикладные задачи. То есть наука, кстати, немножко на шаг вперед, а прикладные задачи, которые нужны человечеству, они приходят нам немножко позже, но это очень тоже интересно. И вот здесь, смотрите, хороший аналог можно привести вот с микроскопами. То есть вот в 1624 году был изобретен оптический микроскоп. И мы увидели впервые клетку. Вот чем занимались до этого, непонятно, да, вот столько времени. Но вот обнаружили микроскоп, увидели клетку, возникла клеточная теория, клетки делятся, это большой бы прорыв, у нее бы все на фоне этого происходило, да, то есть пошла у нас сильная такая эволюция. Потом в 1930-й год, да, электронный микроскоп смогли увидеть вирусы, смогли уже, занимались созданием микротехники, да, там, то есть очень много всего происходит. В 1800, 1881 год, ученые смогли выложить атомными, вот видите, вот IBM-слово, то есть прогресс идет и идет и идет. И вот сейчас коллайдер, да, это такое устройство, как микроскоп, оно помогает нам сделать увеличение, то есть видите, во много-много-много раз, по-моему, там 10-15 или 10-16. Вот, то есть мы добиваемся того, что мы хотим понять, с чего мы состоим и по каким принципам это все работает. Причем, вот интересно, да, смотрите, мы, как оказывается, мы все состоим из одного и того же. Мы состоим из электронов, протонов и нейтронов. То есть все без исключения, ничего другого у нас как бы нет. А вот эти электроны-протоны, они состоят из кварков, и получается, что даже в будущем, если все это хорошенечко разобрать, мы сможем такую машину получить, которая могла бы преобразовывать все, что угодно, а все, что угодно, допустим, машина могла бы меня преобразовать, допустим, в вас. Ну, пример. Хотя, не знаю, может быть, сами поспорят какие-то биологи, потому что мы еще с душой не разобрались, но вот в плане предметов, что-то преобразовать из одного, сделать другое, из мусора, например, сделать какой-нибудь компьютер или даже просто еду, вот такая даже, видите, есть фантазия на этот счет. Почему бы и нет. Но давайте вернемся теперь к коллайдерам. И коллайдерная техника, да, она у нас началась с 1961 года, когда первый коллайдер предложили итальянцы, был построен, и вот всего, по-моему, коллайдеров около 32 штук, официально зарегистрировано. Сегодня из них работает 7, и 6 коллайдеров новых сооружаются. Типы коллайдеров. Они делятся на частицы, которые они ускоряют, максимальную энергию пучка, то есть насколько силе мы можем эту частицу ускорить, и светимость. Светимость – это количество столкновений, которые мы видим в поперечном сечении. И вот большинство коллайдеров, они, конечно, у нас электронно-позитронные. Гораздо меньше и гораздо серьезные эти машины. Это те машины, которые умеют сталкивать протоны, и вот тяжелый металл, и золото. Ну, тут, конечно, никак нельзя пройти мимо Института ядерной физики имени Герша Ицковича Буткера, который находится в Новосибирске, поскольку это флагманы по строению коллайдеров. Они уже построили 5 штук, 2 еще они строят. И вот первый коллайдер был построен в 1963 году. Он был небольшой достаточно, но он вошел в тройку коллайдеров, которые были построены, первые три коллайдера, которые построены в мире. Вот так примерно они выглядят сейчас. То есть они, видите, относительно небольшие машины, но и такие вот небольшие детекторы. То есть размер немножечко, видите, другой. То есть это где-то метра два в высоту. Но поговорим с вами, так сказать, о крутых коллайдерах. Вот первый коллайдер, который был в России построен, у него радиус, видите, вот он был вертикальный. 43 сантиметра всего. Большой адронный коллайдер, у него радиус где-то 4 километра примерно. И вот по поводу крутости. То есть электрон-позитронный коллайдер сталкивают электроны, которые в 2000 раз легче протон. Поэтому, чтобы ускорить протон, нужно 2000 раз как бы, да, лучше постараться. А те коллайды, которые еще и сталкивают тяжелые ионы, то есть они, вот видите, в 200 раз протон. Ну, зависит, конечно, какой элемент мы берем, да, сколько там протон в нем и сколько там нейтронов. То есть из того получается 40 тысяч раз должна быть машина серьезнее, чем вот электрон-позитронный коллайдер. И таких машин всего три. Ну, вернее, значит, в эксплуатации сейчас находятся две. Первый – это Relativistic Heavy Iron Collider, называется на английском, который находится в США, в штате Нью-Йорк. И стоимость, видите, его было создание – это 616 миллионов долларов. Строили 8 лет и запустили в 2000 году. LHC – это, который мы называем БАК, да, большой адронный коллайдер. Это 6 триллионов долларов, строили 7 лет, запустили в 2008. И коллайдер NICA, который строится в нашей лаборатории. Это 227 триллионов рублей. Строим уже больше 6 лет. Думаю, что где-то года через два уже мы выйдем на полную мощность. Ну и вот запуск в 2021 году. Это те коллайдеры, которые… тяжело-ионные коллайдеры, которые умеют сталкивать ионы. То есть уже немножко другую физику изучают. Вот так выглядят высоты птичьего полета. В Брукхелленской национальной лаборатории вот ускоритель. Он достаточно небольшой, но строился он под свою задачу. И каждый коллайдер настроится под свою задачу. И на нем в 2005 году, спустя, то есть 5 лет после запуска, ученые увидели квартбеонную плазму. А квартбеонная плазма – это свободное состояние вещества. Я сейчас чуть позже вам расскажу. Но вот они ее там зафиксировали. Это был, конечно, скачок. Так выглядят кольца коллайдера. Раньше не умели делать все это в одной трубе, делали в двух. То есть у нас было кольцо синее, это в одну сторону у нас влетят частицы, а желтое – это в другую. Так выглядит детектор. Закрыт. То есть вы видите вот эту часть, она как раз выводит пучок. А с другой стороны подходит уже другой. И субтитры происходит именно в этом детекторе. Вот так я попытался подвесить камерой и поснимать. Но тут немножко сложно. Видите, магнит отодвинули. И вот тут все напичкано электроникой. В принципе, ничего не видно. Сама вся газовая камера, она вот сверху закрыта. Вот так выглядит событие. Это столкновение золота с золотом. То есть море частиц. Все это нужно вычленять. Нужно смотреть, что было новое, какие-то закономерности искать. Это такая целая сложная физическая задача. Вот так выглядит control room, так называемая. Это комната, где мы работаем на самом детекторе. То есть мы не работаем на коллайдере. Я отношусь к коллаборации STAR. Это эксперимент. То есть это эксперимент, который находится на самом коллайдере. Коллайдерщики, они что, они разогнали? Говорят, ребята, мы разогнали вам все, давайте работайте. А мы уже на детекторе на самом уже собираем эти события, смотрим, работает ли коллайдер. Потому что нам нужно... Мы же постоянно пишем вот эти огромные данные. У нас, допустим, примерно был промежуток в последнее время. Это 40-45 минут. Мы должны каждый раз кнопочку включать, выключать. Вот эти куски большие данные записывать, фиксировать. То есть не одной большой портянкой, а такими кусочками. И внимательно следить, в каком состоянии находится тот или иной детектор. Потому что их много. Работает ли коллайдер, потому что он тоже может сломаться, и это нормально. Допустим, пучок куда-то пролетел, какая-то подсистема не сработала. Вот так мы работаем там несколько месяцев подряд в непрерывном режиме, три смены. Ну вот мы, русские обычно, в Америке по ночам работают, любят. Вот нас покороче, у нас 7 часов, мы пьем три раза кофе, но постоянно сидим за этими машинами целую неделю подряд. И собираемся эти данные. Потом они поступают уже в институты, распределяются не только в Штатах, они прорабатываются по всему миру, это называется распределенным вычислением, потому что это очень большие данные. В этом всем участвует несколько стран, несколько институтов, и уже на основе этих данных они уже делают какие-то свои заключения, и мы потом выясняем, что в Азон Хиггса, допустим, родился. Вот так выглядит сверху большой адронный коллайдер. То есть, понимаете, да, радиус 4 километра, периметр кольца 26 километров. Это очень много. И если мне память не изменяет, то есть там за секунду, вот если вы стоите в середине, мы даже специально, по-моему, ездили с ребятами, просто ради интереса попытались себе представить. Вот мы стоим вот в центре этого кольца, да, он где-то здесь, а в это время за одну секунду частичка там на протон пролетает за одну секунду 10 тысяч раз. Ну, как бы, вот, ну, понять это немножко сложно. Ну, наверное, можно. У этого коллайдера была своя физическая задача. Он строился, в частности, для того, чтобы найти бозон Хиггса. Это очень непростая частица, которая отвечает за массу других частиц. Я вам, наверное, не буду рассказывать. Если вам будет интересно, вы сами до этого дойдете, потому что до сих пор у нас немногие это понимают, и это нормально. Открыто она была на таком детекторе Атлас. То есть здесь уже мы имеем дело с детектором, который уже этажей 8 или 9. Это огромная машина. Естественно, вот, больше, наверное, бюджет ушел именно вот созданию вот такого аппарата. И вот так примерно выглядит бозон Хиггса. Видите, ну, здесь немножко картинка такая покрасивее сделали. Ну, вот здесь вот таким вот путем определяют, что здесь был бозон Хиггса, потому что здесь полетел мион. Мион – такая частица, которая может достаточно долго лететь, несколько метров. А тут у нас были два электрона. То есть они увидели, что такая была такая реакция, значит, это был бозон Хиггса. Вот, хотел немножечко вам сказать про одну популярную ошибку. Все-таки адронный коллайдер, не андронный. Вот до сих пор даже новостные у нас вот ленты, они пестрят такой штукой. Я хотел вам эту боль физиков передать. До сих пор вот... И даже не поленился, залез в интернет, почитал, что есть такое, оказывается, слово «андрон». Это вот специальное помещение, где древние греки, мужики причем, собирались и пировали. Ну, и есть еще одна ошибка, андроидный коллайдер называют это робот-гуманоид. Так вот, мы не делаем коллайдеры вот этих комнат, которые сталкивают мужиков в комнатах этих древнегреческих во время празднования и не сталкиваем робот-гуманоидов. Это адрон. Это класс остальных частиц, подверженных сильному взаимодействию. Термин ввел окунь. Известный такой, по-моему, Лев Борисович. Вот, русский мужчина, ученый. Ну, и, значит, третий коллайдер – это коллайдер Ника. Он строится в нашей подмосковной Дубне. Тут мы сделали небольшой такой ролик. Вот так выглядит наш город. У нас там есть плотина. Ну, тут начинается зима. Немножко шатало дрон, поэтому я извиняюсь, там ветер был сильный, но нам приходилось склеивать. И вот это наша лаборатория, где мы строим наш коллайдер. Он немного меньше в размерах. Мы немножко с другой энергией работаем. То есть нам не нужен такой большой коллайдер. мы решили пощупать в другом месте. В каком? Ну, вот, это так схематично выглядит наш коллайдер. То есть здесь у нас, видите, линейный ускоритель – это палочка, потом три кругляшка – это вот как раз те самые ускорительные кольца и кольца коллайдера. Вот, собственно, часть у нас уже инфраструктуры уже готова, здание. Вот сейчас мы заканчиваем уже кольцо коллайдера. Это диаграмма зависимости от температуры и барионной плотности. Ну, она, может, мало о чем говорит, но суть в том, что как бы вот большой адронный коллайдер, он в этой области работает. Вот Рик, который я это показывал, американский, он где-то здесь. А мы немножко понижаем энергию и хотим поизучать называемую смешанную фазу. Смешанная фаза. Это модель атома. Электронные протоны, нейтроны. Это вы, наверное, уже знаете. Так вот, нейтроны у нас и протоны состоят из кварков. Они находятся там внутри. Они связаны глеонами. И чтобы их получать, как-то мы пытаемся их вытащить. По каким законам они вот эти вот тройки и двойки образуют. Пытаемся их пощупать. Но чем сильнее пытаемся, чем дальше мы друг друга их расталкиваем, растаскиваем, тем больше силы взаимодействия между ними. Это называется конфаймент или заточение по-русски. То есть мы никак не можем вытащить абсолютно из протона нейтрон. Но с помощью коллайдера мы можем создать такую температуру, такую плотность, которая позволит нам на короткий промежуток времени увидеть их в свободном состоянии. И потом они снова образуют протоны и нейтроны обратно. Но мы хотим вот этот момент посмотреть. то есть каким образом, по каким законам они вот друг с другом собираются. И вот возможно нам это тоже что-то потом даст очень интересное в будущем. Вот так были схемы коллайдера. То есть вот это здание у нас уже есть целиком. Здесь уже готовятся кольца. Это долинейный ускоритель тяжелых ионов. Здесь мы помещаем вот золотая ниточка это золото. Под высокой температурой атомы золота слетают. Они нейтральные. Здесь мы их обдаем электронным дождем. То есть делаем обгирку и он становится положительным золотым ионом. И вот дальше мы двигаемся по линейному ускорителю. Он набирает необходимую энергию с каждым шагом все больше и больше. После этого мы попадаем в каскад колец. То есть у нас здесь первое предускалительное кольцо. Вот если помните, я показывал вам схемы хозотрон. Как раз вот эти магниты вот они вот и есть. Вот здесь мы будем делать первое колечко. То есть нам теперь уже не нужны такие огромные магниты. Теперь мы уже изучили явление сверхпроводимости. То есть охлаждая камень внутри магнита мы можем понизить сопротивление. То есть фактически его там не видеть. и можем очень большие энергии пропускать. Поэтому у нас теперь вот в коллайдерах магниты стали вот такими. Не огромные, а маленькие. Ну вот так выглядит детектор. вот так выглядит второе предускалительное кольцо. Оно называется нуклатрон. Немножко здесь тоже было сложно со стабилизацией. Там не везде можно было пролезть, поэтому немножко шатает. Я изменяюсь, но будем переснимать. Ну и здесь вы видите небольшие элементы. Это вот источник, из которого потом будут слетать ионы золота. Это линейный ускоритель тяжелых ионов и так далее. Ну вот, научную программу я вам рассказал. Конечно, у нас есть и прикладные, да, какие-то мысли. Вот прикладные, это вот создание научных, новых материалов. Это медицинский пучок. Сейчас я вам покажу небольшую анимацию. Это радиобиология, создание новой электроники, утилизация радиоактивных отходов. То есть, что значит? Мы берем радиоактивный элемент, засовываем его в коллайдер, по нему пролетает пучок и его разделяют на два составных элемента, которые не являются радиоактивными. Например, железное и что-то еще. То есть, нам не нужно ждать, пока вот этот элемент распадется. Там бывают годы должны пройти, да, чтобы он или века, чтобы элемент распался. Ну вот, можно попробовать и радиоотходы таким образом как бы гасить. Значит, создание новобезопасных источников энергии, приоргенного оборудования и космическая программа. Ну вот, что касается медицинского пучка, может быть, вы слышали про так называемую протонную терапию. Эта терапия отличается от гамма-ножа, то есть, который у нас в радиации, ну, как нож работает, да, грубо говоря, но только в очень маленьком диапазоне. Вот протонная терапия отличается тем, что можно сфокусировать пучок протонов, да, на каком-нибудь образовании внутри человека, не повреждая ткани на входе. То есть, как бы, пучок проходит, не повреждая, ну, понимать, поверхность, да, а концентрируется уже внутри. Это так называемый пик брега. Если кому интересно, вот, в плане медицины, вот, тоже такие программы у нас есть. Это... Ну вот, здесь, как бы, видите, как будто какое-то там образование неоперабельное, оно внутри мозга. То есть, мы на него пытаемся попасть. И тем самым, то есть, у нас на самом деле есть такой ускоритель, это другая лаборатория, это лаборатория ядерных проблем. У них есть тоже ускоритель, не такой, как у нас здесь, афазотрон называется, это циклотрон. И вот с него, вот, идет протонный пучок. У нас есть реальный медицинско-технический комплекс, на котором вот эта штуковина есть. У нас проходит около 100 пациентов неоперабельных, то есть, как бы, уже им деваться некуда. Вот они приходят и эту терапию получают. Вот на новом коллайдере мы уже будем пытаться делать немножко, как бы, такой апгрейд. Мы уже будем стараться другие уже пучки, может быть, использовать даже углерод, который более, ну, как правильно сказать, более эффективный. Ну, вот это все будет изучаться, то есть, как бы, это тоже наше будущее. А вот по поводу космической программы, кто-то, возможно, смотрел кино «Пассажиры», ну, или в таком духе, там, где люди какие-то летят, там, сто лет на другую планету, во сне. Ну, так вот, на самом деле, сейчас нереально. То есть, человек не может привести в космосе, в открытом, даже там, больше года, потому что, ну, он просто там умрет. В первую очередь, в нем будет повреждена центральная нервная система, электроника может выйти из строя. То есть, пока мы к таким путешествиям не готовы с вами. Вот, ну, вот одна из программ в нашем коллайдере — вот это создание новых и тестирование новых материалов, на которые мы будем строить вот эти космические корабли, потому что на коллайдере у нас есть эта самая радиация, много радиации, которые мы можем применить на образцы. А не ждать пока, допустим, вот космическая радиация из космоса, она очень медленно идет, а тут у нас как бы есть такой интенсивный поток, и мы можем это тестировать. Вот тоже такая интересная вещь. Ну, вот так выглядел у нас летом наши кольца коллайдера. Тут у нас, получается, полкилометра эти кольца. Остальное здание готово, давно стоят. Магнитами сейчас собираем, вот заканчиваем эту сборку, и после этого коллайдер у нас будет работать 20-30 лет. То есть программа у него обширная, уже запланированы апгрейды какие-то, то есть уже хотят что-то новое, хотя еще не достроили. Но все это входит в программу, и, ну, кто знает, даже, может, ваши дети поучаствуют в этом эксперименте. Это, ну, в общем, было бы здорово. А если кому-то интересно, я вот заканчиваю. Вот есть сайт официальный этого проекта, Ника Джинныру называется. Там есть небольшое кино, которое мы делали для школьников. Это кино было даже рекомендовано к проведению в школах Российской Федерации. Может, кто-то даже из вас видел. Там всего 35 минут. Мы постарались с ребятами сделать это, как-то, знаете, в стиле там National Geographic или BBC, чтобы это было интересно. То есть это там без форм каких-то. Постарались объяснить, зачем это нужно, как-то про рождение вселенной рассказать. Ну и вот закончить нашим этим коллайдером. Так что если кому-то будет интересно, пожалуйста, заходите, бесплатно регистрироваться не надо. Все, вот можно заняться самообразованием. Ну на этом все. Большое вам спасибо. Следующая лекция будет у моего коллеги, у него другая лаборатория. Они частицы не разбивают, как мы, они их слепляют. Так что, пожалуйста, если кому-то интересно, оставайтесь. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ